В полицейский пошел, пусть меня научат. После урока с сотрудником госавтоинспекции воспитанники 123 детского сада захотели поближе познакомиться с этой профессией. Во время общения с Еленой Павнучевой мальчишки и девчонки вспомнили правила дорожного движения. Урок был разделен на две части – теоретическую и практическую. Первая прошла в классе, где ребята с помощью листов и карандашей закрепили полученные знания. Самое интересное началось на улице. Одни стали пешеходами, другие – водителями, были и такие, кто исполнил роль сотрудников ГИБДД. Здесь все, как в реальной жизни. Только вместо автомобилей, велосипеда и самокаты, а пешеходный переход находится на территории детского сада. Дети с удовольствием участвуют в разных формах при общении к изучению и повторению правил дорожного движения. Это могут быть конкурсы рисунков, какие-то тематические сюжетно-ролевые игры или такие вот необычные занятия, как сегодня. Детям это нравится, они воспринимают хорошо материал и таким образом усваивают все элементарные навыки безопасного поведения на дороге. Информация, преподнесенная детям в игровой форме, запомнится надолго. Поэтому воспитатели стараются как можно чаще проводить такие уроки. Совсем недавно ребята сделали рисунки, на которых изобразили, как переходят дорогу с родителями. Из детских художественных произведений сделали выставку. Мы, как воспитатели, должны детям доступным языком объяснять правила безопасного поведения дороги. В нашем детском саду постоянно ведется такая работа. В каждой группе есть уголки безопасности, где дети могут обыгрывать дорожные ситуации. Есть у нас деревянные дорожные сдаки, разметка. Постоянно ведутся беседы. Маленькие ножки шагают по учебному пешеходному переходу. В руках игрушки и коляски с куклами. Ребята точно знают, что безопасность самое главное. А значит, уроки уже дают свои плоды. Я научилась, на какой надо переходить цвет, а на какой нет. На какой надо? Расскажи. Например, на сиеный цвет можно и на желтый приготовиться. А красный? А красный стоячий. Меня вы научили, как надо ходить по дороге и ездить на автомобиле. Мне понравилось переходить дорогу. А ты знаешь, как надо переходить? Да. Расскажи нам, как? Надо дождаться, когда на светофоре загорится зеленый. Для сотрудников госавтоинспекции встреча с детьми вещь обыденная. А вот сами ребята запомнят ее надолго. Цветы на куртках у девочек и звезды на одежде мальчиков, которые они получили в подарок, защитят их в темное время суток. Эти украшения являются светоотражающими элементами. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».